А здрасте! Есть человек, который просит меня не косить под Пудипая, поэтому... Hello! My name is PewDiePie! And today... Не, на самом деле всё не так, совершенно не так. Сегодня, ребята, я бы хотел для вас снять очень такой коротенький видос, но, возможно, для кого-то он будет очень-очень полезным, точно так же, как осознание этой простой жизненной истины стало для меня полезным. Буквально недавно у меня возникла мысль о том, что об этой теме стоит поговорить, а возникла она на почве того, что Юлька сдала на права, но, выпустившись с автошколы, стало понятно, что она совершенно никоим образом не умеет водить, потому что сначала она села за Жигу и сказала, о, боже мой, какая у нас ужасная машина, я не могу на ней ездить. Окей! Была куплена вторая машина, Шкода Фабия, которую, я думаю, многие поймут, ничем не хуже Логана, на котором она училась, и даже в какой-то мере лучше. Вот. И, ну, на Шкоде Фабии тоже как-то что-то не задалось, тоже как-то что-то не получается, что-то не едет, скорости не попадаются, все очень сложно, в зеркала никак не посмотреть, ничего такого вот, короче, нет. В общем, по итогу, мною было предложено сесть бедному ребенку, который не может ездить за любой автосимулятор, будь то Project Cars, Dior Trally, или пусть даже симулятор вождения. И были тщетные попытки что-то сделать, потом был ответ, что, типа, ну, это всего лишь игра. Дальше вслед за этим, конечно же, следует ненужное обладание одной лишней машины, ненужное обладание правами, потому что человек все равно не ездит никуда, никак. Вот такие дела. Так вот, собственно, об этом я сегодня здесь и хотел повещать, про то, что ни в коем случае не стоит опускать заслуги автосимуляторов в нашей жизни. Да, это игры, это игры, да, от этого никуда не уйти, но это прямой путь к пониманию автомобиля, тем более, если автосимулятор правильный, и там есть настройка тачек, то тогда все будет просто прекрасно. То есть, катаясь сначала по чуть-чуть, ты начнешь понимать, что такое рулить, водить, управлять, и все в этом духе. Потом, начиная кататься с ботами, ты начнешь понимать, что кого-то таранить, это не вариант, потому что вы сами, ну, вы оба улетите на обочину, на окраину, в стену, куда угодно, короче. Поэтому приходит осознание того, что нужно, во-первых, научиться ездить самому, во-вторых, нужно научиться ездить в потоке, в-третьих, чтобы научиться зарабатывать лучшее время, и тебе не нравится, что с автомобилем происходит что-то не так, когда ты пытаешься выжать из него максимум, ты начинаешь задумываться о том, что нужно делать с автомобилем, как он устроен. Амортизаторы, пружины, дифференциалы, блокировки, двигатель, мощность турбины, резина, давление в резине, аэродинамические силы и все такое. Ты начинаешь во все это дело плотно вникать, и вместе с этим к тебе как раз-таки приходит вот тот вот самый нужный опыт, тот самый экспириенс, который тебе как раз-таки потом понадобится. Ебаная коммуналка. Да ни в чем. Короче, о чем я здесь пытаюсь рассказать? Ни в коем случае не стоит пренебрегать симуляторами, ни в коем случае не стоит пренебрегать какими-то симуляторами вождения на компе. Симуляторы вождения, они тоже нужны. Я к ним отношусь совершенно как к глупой игре, то есть чего делать не стоит, но тем не менее я в него немножечко покатал для того, чтобы примерно понимать правила дорожного движения, за которые в симуляторе вождения тебя жестко наказывают. А если в реальной жизни не пойман ни вор, то там тебя обязательно штрафуют, останавливают и все в этом духе. Но, само собой, большую часть своего времени вообще по игрулик в комп я уделял именно настоящим симуляторам, как Project Cars, там Shift 2, Project Cars 2 сейчас, Dirt Rally, что еще можно выделить? Ну, а сета-корс в плане дрифта. И на самом деле, в один прекрасный момент у меня произошла такая ситуация, что когда я учился в Досаафе на категорию С, меня посадили в Урал, и это был первый раз в моей жизни, вообще во всей жизни, когда я в осознанном возрасте сел за руль. Понятно, что когда-то в детстве я помню, что у отчима сидел на коленках, что-то там пытался рулить, чуть не врезался в кран. Мне это запомнилось на всю жизнь, но у Азики мы ехали куда-то туда, в сторону гаражей. Но это само собой не считается. И, короче, вот я сел за Урал и просто понял, что нужно ехать, нужно крутить руликом, нужно работать педальками, нужно переключать передачи, когда есть определенные обороты. И как вы думаете, заглох ли я 500 тысяч раз? Не понимал ли я, что такое блокировка колес? То, что на автомобиле нету АБС, и то, что на льду он может скользить, то, что его может занести? Что делать, если автомобиль заносит, тем более, если это дохуя тонная шестиосная машина? Нет, мы никуда не въехали, я все прекрасно понимал. Был гололед на дороге, когда происходило обучение в автошколе ДОСАФ, и мы даже с утра, у нас какая фишка была, мы приходили, и у батареи в боксах, там торчал шланг, ты с него наливаешь в канистры по 20 литров, каждая горячую воду сливаешь туда, потом идешь к Уралу, проливаете его, то есть заливаешь в радиатор, вода расходится по малому кругу, сливается снизу с радиатора, вы бы идете за новыми канистрами, так примерно 2-3 захода, после этого только он заводится, когда дизельное топливо хоть чуть-чуть разогреется, и когда насос может его качать, все это технические фишки, вам это не интересно, но я про то, что откатавши половину своего детства на автосимуляторах, вместо там ДОТАНов и прочей фигни, понятно, что это слишком много времени, но достаточно и одной пятой всего того, сколько я часов накатал во всех этих гоночках, для того, чтобы начать понимать автомобиль, и что с ним происходит, ведь эти игры их делают, я сейчас имею ввиду симуляторы, я не говорю про нитфу спиды, драйв клабы, форзы и прочее дерьмо, туда же можно закинуть гран-туризм, в котором никакого ощущения от вождения просто нет, но многие со мной не согласятся, я не хочу холиварить на эту тему, но можете кидать комменты, они засветятся в следующем выпуске, как самые гневные, самые глупые и все в этом духе, так вот, какая тема, я сейчас говорю именно про симуляторы, то есть не хочу, конечно, никого рекламить, но я бы порекомендовал что-то типа Project Cars, Project Cars 2 и Shift 2, это, на мой взгляд, они могут быть кривые, как симуляторы, там есть некоторые недочеты с автомобилями, физические поведения и все такое, а там есть недочеты с ботами, которые, ну просто, еще хуже, чем те, кого вы можете встретить на улице, там есть очень много всяких приколюв, по поводу которых можно забраковать эту игрулю, но эти три игрули, они дарят вам настоящее ощущение, настоящее понимание того, как крутится баранка и что происходит с тачкой, когда она начинает ехать боком, когда у нее блокируются колеса, когда слишком много мощности, ну, это можно интерпретировать в зимнюю погоду на заднем приводе, не обязательно много мощности, тачку тоже может занести, и ты понимаешь, что такое занос, скольжение, все в этом духе, как тачка себя ведет на скорости, крены и все это, и катая, ты потом просто садишься в настоящую тачку с головой, ну, с мозгами в своей голове, не гоняешь точно так же, но ты садишься с багажом некого виртуального опыта и примерно знаешь, что может произойти, а не садишься совершенно пустой, не зная, что это за механизм, как он вообще работает, нахуй меня сюда вообще посадили, нахуй мне права дали, этим видосом я лишь хочу сказать то, что, ну, типа катайте симуляторы, и вы будете точно так же хорошо понимать, как ведет себя тачка на настоящей дороге, да, само собой, на настоящей тачке тоже стоит попрактиковаться, тоже стоит зимой попытаться бачком повалить, даже на переднем приводе, или на заднем приводе, подергать там ручничка, поразгоняться, главное делать это на безопасных площадках, а еще лучше на треках, если они есть в вашем городе, на карт-треках, на баги-треках, на ралли-кросс-треках, это в принципе есть почти в каждом городе, дав сторожу соточку на лапу, можно туда очень часто проехать, ну, в нашей каунтри, так сказать, и я почему об этом так вот уверенно говорю, и уверен, что в комментариях сейчас соберется целая куча старперов, которые будут говорить, о боже мой, никакая игруля не заменит реальных ощущений, если скептически так подходить ко всему, то тогда никакая электронная сигарета не заменит табакокурение, это же настоящее аналоговое домоление, что дальше электронные бабы, там резиновые бабы, точно так же и здесь, только я не говорю о том, что нужно заменить полностью свой водительский опыт на виртуальный водительский опыт, а я лишь говорю про то, что там можно потренироваться, и безболезненно, без убытка финансовых, моральных, физических, можно вот этого всего набраться, чтобы потом, когда ты выехал в дождь, выехал в снег, выехал в слякоть, тебе нужно поехать на дальняк, там большие скорости, неординарные ситуации в пробках, все вот это вот дело, чтобы ты был примерно подготовлен и не боялся, не обсирался, а все остальное, именно вот прям большая уверенность, она придет со временем, а вот некую начальную уверенность стоит зарабатывать именно там, и еще раз повторюсь мораль этого видоса, что ни в коем случае не стоит относиться к этому скептически, как играм, то есть стоит понимать, что это делали для тех, кто умеет водить, кто водил, и кто водит в экстремальных условиях, и поэтому это не игры, это симуляторы, вот как-то так, я надеюсь этот видос был для вас полезен, я надеюсь он был для вас интересен, так что ставьте лайкосики, ставьте дизлайкосики, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, лучшие или худшие, или странные из них появятся на экранчике в следующем видео, здесь лишь появятся сейчас комментики с прошлого видосика, как я и обещал, интересно же по-моему, ну на самом деле прикольно, да, в общем с вами был VMBob, катайте симуляторы, всего вам наилучшего, имейте мозги, просто имейте всегда голову, прежде чем садитесь за руль, прежде чем начинаете какую-то работу, или что-то еще, просто имейте голову, и поменьше скептицизм, если только это не касается айфона, как-то так, меня уже потеряли, так что всем пока, Субтитры сделал DimaTorzok